вопроса до алена салай много вопросов а я что-то там начал философствовать алена салай здрасте уважаемый андрей андреевич ученица 6 обновленных ступеней ого сегодня 11 декабря 14 20 я должна была вылетать в доминикану этом тепло с пересадками в швейцарии и в америке на 21 день но за несколько дней до вылета произошли разногласия с моим мужчиной он живет другой стране и должен был лететь в тот же день но другими рейсами скажите пожалуйста полет не состоялся по причине личных отношений или сработало ваше предупреждение о котором вы говорили прошлую пятницу что не советуют учениками школы путешествовать но вы упомянули только египет ели чуть ли не оговорился плохое слово чуть не сказал меня уберегли от неприятностей в дороге или отводят от этого мужчины или как вариант пустые разногласия каждый день делаю защиту и прошу прибежьего в школы заранее спасибо нет уважаемая лена салай это вас не касается это касается вашего мужчины дело в том что он не хочет вас потерять а денег на это путешествие у него нет и это такая проблема знаете когда и хочется и пообещал она этого и он вам а вы при этом как настоящая девочка начинаете искать подвох то есть это в чем кто виноват может быть этом там меня оберегать не денег нет просто у него нет денег а сказать он вам не может ведь он до этого совершенно другое говорил у нас много денег мы как поедем и помчимся на оленях утром ранним пересядем в швейцарии будем там в казино играть в монако посетим а в америке поедем лос-анджелес и так далее аденах нет понимаете конечно же это как раз знаете есть анекдот который рассказал шурик когда-то он когда-то сказал у меня есть возможность у меня есть желание купить автомобиль но нет возможностей у меня есть возможность купить козла но нет желания ну давайте теперь выпьем за то чтобы наши возможности всегда совпадали с нашими и соответствовали нашим желанием именно поэтому я хочу вам сказать ну конечно простите его пообещал не порассчитал собственные силы тем более глядя на вас вы шикарная красивая представляю сколько вы умеете тратить ну и понимаю мужчину знаете как настоящий мужчина который не хочет отдать все деньги я его очень хорошо понимаю если он европеец то тогда ему скорее всего совсем сложно потому что обычно европейские мужчины считают несмотря на то что они зарабатывают хорошо они умеют читать на всем экономят и обычно знаете выглядит это как в свое время у меня я когда-то учился и познакомился с девушкой которая была сестрой моего одногруппника и он мне говорит я говорю такая красивая она говорит я кроме приехала говорю ты мне так нравится такая красивая бы за тебя жизнь отдал она говорит а я холостая свободная могу с тобой встретиться но назначил ей встречу а у это было было советское время у меня было только 30 рублей на которые мне необходимо было дожить до конца месяца и питание было за мой счет и это были для меня просто последние деньги ну и я приехал к ней стоял там возле метро какого-то она стояла ждал и я как сейчас помню такие кучерявые волосы очень красивая девушка хорошо оделась мамина золото на ней было она выглядела невероятно красивая молодость сочность это какая-то и не знаю блеск этот весна знаете это все вот такой таким было красивым но я не подошел почему я не подошел потому что я начал думать о том что если я отдам все деньги до конца месяца голодным потому что мне кому мне больше было помогать и я решил все таки не подходить собрался и уехал домой да потом со временем мы встретились и ей признался говорю ты знаешь я тогда приехал к тебе и видел тебя ты была очень красивая но не смог тебе подойти потому что у меня не было денег и это ваша история вы знаете и он тоже смотрит на вас видит вы такая красивая и так хотите куда вы там собирается так хотите посетить и доминикану и швейцарию и америку и хотите побольше быть с этим мужчиной и так далее а денег нет а ему хочется или экономит ну и в общем